Добрый вечер, во-первых. Спасибо, что вы собрались. Во-вторых, я сразу скажу, включить дисклеймер. Это наш первый проект, мы его только начинаем, все еще на колесах, поэтому за какие-то там шероховатости прошу строго не судить, да, ни меня, ни нашего гостя, тем более он попал как кур в още, он самый первый, да, ему сложнее всех. Вот. Наш проект называется «От идеи до миллиона. Почему и о чем мы хотели поговорить и расспросить нашего гостя?» Ну, во-первых, я начну с BBDO. BBDO – рекламное агентство, которое производит идеи, которое гордится теми идеями, которые производят, да. Это одно из самых награждаемых агентств мировых сетей. И креативность – это наше все, это наше знамя. И работая над идеями, то есть каждый день работая в агентстве, мы производим идеи, да, большие, маленькие, хорошие и не очень хорошие идеи, да, о чем мы хотели убедить мир и самих себя, что в начале любой инновации, в начале любого нового проекта лежит идея. И эта идея ведет к какому-то результату, да. И нам было интересно увидеть, что за этой идеей, что эта идея рождает, что ее двигает вперед и приводит к результату, да. И мы хотели убедиться сами, убедить вас, что идеи имеют огромную силу. Огромную силу менять мир, делать его лучше, красивее, счастливее. И убедить меня в том, что есть какие-то далекие примеры Стива Джобса и других, там, Брина и других людей, да, что среди нас, рядом с нами есть такие же герои, есть такие же люди, которые привели, у которых в голове появилась идея, они во что-то поверили, они доверились своим амбициям, наглости, набрались наглости, сил, уверенности и довели эту идею до результата, да. Ну, у нас там результат очень очевидный, как бы там, деньги. Но деньги на самом деле это не единственный результат. Я надеюсь, после встречи с нашими героями вы поймете, что деньги-то, как часто бывает, не основной драйвер. Это просто такой, в какой-то степени универсальный механизм измерения, но не абсолютный механизм измерения и часто не цель этих всех процессов, да. Вот, поэтому это о том, о чем мы будем говорить сегодня с Максимом. Максим Ноготков, герой нашей первой встречи, президент группы компании «Связной», человек очень интересный. Сейчас вы о нем посмотрите визитку, и я расскажу, как будет строиться наш сегодняшний семинар. «Связной» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok как, не знаю, как какой-то фарцовки, не знаю, как это назвать. Но, в общем, было такое пренебрежительное отношение у всех в тот момент времени. И для моих родителей то, что я делал, было, в общем, не то что неприемлемо, но как-то они очень осторожно к этому относились. А я этим стал заниматься просто потому, что мне были нужны деньги. То есть у меня было желание получить самостоятельность, как-то там самому распоряжаться своей судьбой. И, в принципе, вот у меня был такой мотив довольно долго, наверное, лет до 20. При том, что я начал заниматься бизнесом лет 12 в том или ином виде. А в каком виде в 12 лет можно заниматься было бизнесом в конце 80? В тот момент можно было продавать программы для компьютеров БК-0, 010, 01, у которых память 64 килобайта в общей сложности. То есть можно было продавать программы, потом можно было производить телефон с определителем номера, их продавать. Потом можно было продавать калькуляторы. То есть там был какой-то… Телефоны производить в 13-14 лет. Ну, да, в принципе, это было такое упражнение. Было, может быть, 10-15 человек, инженеров, которые их паяли, собирали. Я покупал для них запчасти. То есть это был такой первый, единственный мой, наверное, производственный опыт в жизни. Неудачный. Этот бизнес закрылся через два года, когда я поступил в институт. Игорь, ты хотел что-то… Вот сказали, что очень важно. Я просто буду, если вопрос подходит к ситуации, я буду сразу задавать, что нужен какой-то челлендж, вызов, что-то с утра встать, что чего-то там опять преодолеть, добиться или без надрыва, да? Вообще хочется, если честно, без надрыва. То есть хочется как-то гармонично. То есть должна быть какая-то степень надрыва, с одной стороны. То есть какая-то территория, где… Есть просто вопрос такой. Где есть что-то новое. А есть… То есть если совсем ничего нового скучно, а если слишком большой надрыв, то просто очень быстро устаешь. Поэтому надо как-то… Я стараюсь как-то проходить посередине. Вот в этом свете вопрос такой. Скучает ли Максим по конкуренции с Чичваркиным? Ведь достойные соперники не дают расслабиться. Нет, не скучаю, потому что на самом деле… По большому счёту, там, сегодня акционеры Евросети – это крупные, очень богатые компании, операторы. В этом смысле нам не было скучно последние 2-3 года с ними. Ну и с компанией Евросеть. Потому что как-то они считают, что война ещё не закончилась. Они считают великой отечественной. Нет, совсем не скучно. В этом смысле просто с Женей у нас связывали дружеские отношения, и мы друг к другу ходили на нерождение, и мы очень хорошо относимся к друг другу. А в этом смысле мы конкурировали, но при этом как-то по-доброму. А в принципе, с к сожалению, это настроение ушло какое-то время назад. Вот этого жалко. А с точки зрения конкуренции она легче не стала за это время. У меня… Я бы хотел ещё спросить. Вот мне просто интересно заинтересовал такой факт. Твоя биография, что ты бросил учёбу. Ну в таком достаточно… У меня родители, кстати, учились в Бауманском тоже. Такой достаточно престижный, хороший вуз. То есть в какой момент ты понял, что хватит учиться и пора что-то делать? У меня это довольно внезапно произошло. Я, наверное, я проучился два года там, но последние полгода я практически там не был. И в какой-то момент… У меня просто не хватало катастрофически времени на бизнес и на учёбу. И в какой-то момент я пытался за три часа выучить какое-то сложное… Подготовиться к экзамену по квантовой физике. Я не смог. Я три часа не хватило, я получил два балла. И решил, что… И в этот же день решил, что пора завязывать, потому что уже как-то не получается и то, и то делать хорошо. Я взял один академ, потом я взял второй академ. Ну и, в общем, так и не вернулся в институт. Максим, если мы говорим всё-таки об идеях, я понимаю, что там телефоны с определителем – это тоже некая идея. Я понимаю, что написать программу – это тоже некая идея. А какая, на ваш взгляд, вот идея в том смысле, о которой мы обсуждали, первая выстрелила. Вот она появилась в голове, вы думали, а вот так хорошо бы было бы, а если попробовать, и она получилась. Как она формулировалась вообще? Она была как-то или озвучена в голове? Наверное, в тот момент она была безумно банальна. Вроде того, что вот я вижу, что здесь это стоит 3900 рублей, и знаю, кому это продать за 4000 с половиной рублей. То есть вот там где-то, наверное, я бы не сказал, что были какие-то гениальные бизнес-идеи у нас до, может быть, момента, когда мы начали заниматься брендингом и вступили на вашу территорию, когда стали создавать бренд связной и как-то развивать бренд связной. До этого, в принципе, мы были оптовым продавцом, и электроники, в том числе мобильных телефонов, и, в общем, у нас были немножко другие компетенции. Это был вопрос не идей, наверное, а был вопрос, ну не знаю, умения налаживать партнерство, умения общаться с новыми людьми. Я в то время очень много ездил. Был в Гонконге, в Сингапуре, в Нью-Йорке, в Китае. Это вот время Максуса, да? Да, это такое время Максуса с 1995 по 2002 год, где основным умением было умение договариваться, получать прямые контракты с производителями уровня, там, Сименса, Филлипса, Моторолы, торговаться с ними, с этими производителями о ценах и привести это в Россию. То есть, в принципе, вот в то время, наверное, умение налаживать партнерские отношения было гораздо более важным, чем идея. А что тебя подвигнуло вдруг вот от этого бизнеса уже, от той компетенции, которой ты овладел, и овладел неплохо, вдруг там создать бренд связной, да? Это вот тоже какой-то новый этап, новый уровень, да? То есть… У нас было… Вот у нас какие-то следующие переходы на следующий уровень возникали, когда мы во что-то упирались. То есть мы упирались в какой-то потолок. Ну, например, у нас там в тех нишах, которыми мы занимались, в какой-то момент мы достигли 40% рынка России по продаже телефонов обычных и, например, аудиоплееров. И мы в этот момент стали искать следующую нишу, ими оказались мобильные телефоны, потому что нам нужно было где-то применять… Потому что мы достигли предела в том рынке, на котором мы развивались. Потом в какой-то момент у нас было 30 магазинов на розничных электронных рынках в Москве, типа «Горбушки». И, в принципе, нам тоже нужно было как-то за них выходить. То есть возникали всегда моменты, когда ты понимаешь, что, в принципе, дальше ты уже не развиваешься, и вот наступает какой-то предел той модели, которая была до этого. И ты ищешь какую-то новую территорию. В этом смысле розничная торговля была такой… Ну, под брендом «Связной» отдельная розничная торговля была такой новой территорией, на которой нас просто вытолкнула ограниченность ниже, где мы работали в тот момент. Скажи мне, вот просто еще интересный факт твоей биографии. Ты пытался же там производить, да, телефоны с определителем номера, да. А почему не было мысли вернуться от торговли к производству? Можно я, точнее, добавлю вопрос, потому что у меня тоже… Вот когда… Я, насколько понимаю, вы любите девайсы, гаджеты, в принципе, технику, технологию, да? Если честно, нет. У меня довольно долгое время… То есть вы занимаетесь этим, в принципе, нет, да? У меня там довольно долгое время были телефоны, там, обмотанной изолентой, и, в принципе, я… Вот это же микрофон сейчас обмотан, изолентный. Да, 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 и я, в принципе, на год где-то отстаю от моих наиболее продвинутых коллег связного с точки зрения замены гаджетов. То есть я в этом смысле стараюсь экономить свое время, и мне его не хватает. А не тяжело… Привыкание к каким-то новым вещам. Не тяжело было заниматься брендом связной, который, по большому счету, должен был вот нести в массы последние технологии, все самое такое… Ну, для меня связной всегда было такое место, где так красиво, все было выложено, там вроде как даже продавцы понимали, что они продают. И как вы этим занимались, не очень этим увлекаясь? Или оно не нужно? Ну, смотрите, во-первых, у нас очень много людей, которые этим увлекаются сильнее, чем я. Они гораздо ближе к операционной деятельности, чем я. Я в каком-то смысле… Ну, я тоже, конечно, у меня есть там iPad, iPhone и все, но я все это покупаю. То есть, в принципе, не бойтесь. Вот, ну, просто я не являюсь вот… Есть такое понятие early adopters, которых 2,5%, вот я не из этих людей. Я скорее там следующие 13, а может быть даже еще дальше. Поэтому создать что-то такое, что было бы круче iPhone, не возникло. Но мы в этом смысле связной же, в принципе, для всех. То есть, у нас очень большая доля рынка. У нас, наверное, там 26-27% всех телефонов в стране продаем мы. Среди наших клиентов гораздо большее количество людей, таких, как я, чем вот этих там 2,5%. И все-таки почему не производство? А почему не производство? Ну, или уже там Гонконг, Нью-Йорк, Китай, уже все знакомо. Ну, производство очень… Во-первых, в возрасте 14-16 лет я очень много этим занимался. И, как я уже сказал, не очень успешно. У меня там процент брака в этих телефонах был, наверное, процентов 6 или 8, что, в принципе, не позволило этому бизнесу встать на ноги. Поэтому у меня такой остался осадок. Назовем это так. На самом деле, у меня жизнь, она состоит из какого-то набора случайностей. В этом смысле мне пока просто не подвернулась какая-то, не знаю, какой-то человек или какая-то идея или какая-то встреча, там, из-за которой я бы этим занялся. То есть я не исключаю, что я этим занялся. То есть у меня нет никакого… Ну, то есть это может быть интересно. То есть это может быть интересно, я не исключаю, что это будущим я захочу этим заняться. Так, выход тогда сразу на следующую тему у нас тоже была, что а как вы, в принципе, решаете, чем вы будете вот сейчас или завтра заниматься? Я такой, вот сейчас сказали хорошо, что пока не нашелся человек. Как понять, что это вот та встреча или тот человек? Как вы отлавливаете? Вот мы говорили, есть ли краудсорсинг. Ну, условно говоря, вы много знаете людей, у вас много работает компания людей. Вы как-то пытаетесь вытащить из людей идеи вместе, чтобы реализовать? Нет, не получается так, к сожалению. У нас не работает какой-то системный подход в области сбора идей. То есть не получается из этого сделать конвейер. Идеи, они возникают как-то совершенно случайным образом. из каких-то разных, из каких-то встреч, бесед, каких-то мыслей, которые возникают в голове. То есть, вот, в принципе, все проекты, которыми мы занимаемся, они для меня во многом, они родились на базе из каких-то случайных, из каких-то случайностей. То есть я не понимаю, как… У меня никогда не было ситуации, что вот у меня есть пять идей, мы из этих пяти идей, этим что-то как-то пытаемся научным методом отсеять. То есть науки нет. Это почему у вас получается, у некоторых, вроде у всех случайно, другим не везет? Как не складывать, ну, не сложилась случайность, как-то вот не пошел разговор на эту тему, у меня проект не сложился, а у вас их много. Все-таки… Я объясню. Я, в принципе, в любом разговоре или в любой встрече или в любой мысли вижу возможность. То есть у меня… То есть я в каком-то смысле оппортунист в части того, что вот я вижу возможность, и некоторые люди ее не видят. А я вот пытаюсь как-то… Люди обычно сложности видят всегда, когда… Ну, да, я вижу какую-то интересную мысль, возможности, я просто дальше начинаю… А дальше возникает следующее. Возникает какое-то намерение, эту мысль или эту возможность обдумать, продумать, посмотреть, собрать какую-то еще информацию вокруг. И по практике получается так, что когда ты… Когда есть там цель или намерение там что-то сделать, то каким-то образом приходят, не знаю, люди, деньги, ресурсы, какие-то идеи дополнительные. То есть это просто, наверное… Я просто, наверное, вот даже маленькие какие-то идеи и мысли стараюсь не забрасывать, не бросаю. То есть я их просто не пропускаю. Записываете, запоминаете? Нет, не записываю, не запоминаю. Это бессмысленно. Я их просто начинаю делать. От того, что я их записываю или запоминаю, ничего не происходит. Происходит только тогда, когда ты вокруг этой идеи пытаешься выстроить… Пытаешься из нее сделать объект. То есть есть одна мысль, ты пытаешься ее как-то материализовать. Сначала она материализуется в виде, не знаю, пяти человек, которые тоже об этом думают и тоже как-то в этом заинтересованы или дают какой-то отклик на нее. Потом она может материализовываться в виде каких-то планов. То есть идея должна материализовываться. То есть должно быть намерение ее материализовать. Тогда она постепенно-постепенно движется. Если она записывается, то ничего не происходит. У вас сейчас ресурсов много, народу много работает. Вы как, вы просто создаете, типа, комитет или как, вот давайте сейчас вот эта группа людей займется вот этой проработкой. Интересно, потому что мы иногда пытаемся комитет создавать по разработке. Есть какая-то технология превращения идеи в проект или какие-то ключевые фазы, которые идея должна пережить, чтобы превратилась в проект. Вот сейчас, кстати, интересная мысль, что вокруг идеи должно объединиться некое количество людей. Вот сейчас как раз мы буквально сегодня обсуждал наш краудсорсинговый проект, который Change. Я не знаю, многие ли знают, что у нас есть наш краудсорсинговый проект Change, который меня сильно расстраивает, что 90% идей на то, как сделать нашу жизнь гораздо комфортнее. Ну, то есть повесить полочки в туалете, например, или завести массажные кресла. И там процента 3 идеи о том, как улучшить качество нашей работы, сделать ее более эффективным, более быстрой, более интересной. То есть вот… Это как бы такая была… Админ-хелдест. Да, но на самом деле вот интересно, там у Марса есть подобный проект, я вот узнал, да. И как раз один из принципов как бы принятия проекта в жизнь, тот, что к нему должны присоединиться, вот прям то, что фактически твои слова, да. Вокруг него должно вырасти там какое-то количество людей, которые его там начинают комментировать. Но там есть очень важный принцип, что если ты комментируешь этот проект, ты должен как-то в него вложиться, да. Ты должен, ну, как бы чем-то, что-то сделать для этого проекта, да. И, кстати, у нас этого не было, да, заметьте, я считаю, что вот почему это не… Я могу сказать, что вот у нас были опыты еще в 2005 году такого краудсорсинга внутреннего идей в компании. Они упираются всегда в то, что идеи… у людей достаточно своих идей, которые они реализуют. И когда возникают еще какие-то идеи, которые просто повысают в воздухе, которые, ну, скажем так, эта идея не присвоена никем, вот должен произойти процесс при присвоении идеи, она кому-то, кто-то должен захотеть ее реализовать и сделать. Тогда начинает двигаться. А просто краудсорсинг идей обычно упирается в то, что у всех достаточно много своих проектов, достаточно много своих планов и прочего, и какие-то чужие идеи, пока они не присвоены человеком, они встают в хвост, в конец очереди, и, как правило, никогда… До них руки не доходят. Руки до них просто не доходят. Поэтому вот очень важно, чтобы идея, она оказалась кем-то, чтобы кто-то захотел ей заниматься. В этом смысле я просто… ну, идеи, которые у меня есть, я просто стараюсь как-то посеять в людях, которые могли бы их реализовывать. То есть мне нужно как можно быстрее дать эту идею человеку, который захочет ее делать, который захочет как-то загориться, захочет реализовывать. То есть, в принципе, я просто идеи, которые у меня возникают, раскидываю по какому-то количеству людей, которые меня окружают. Если она приживается, окей, если она не приживается, значит, с ней ничего не произойдет. То есть я как бы сам не в состоянии ничего реализовать. Мне нужны всегда люди, которые в эту идею почему-то верят. А много ли идей, которые там умирают? Ну, или процент идей, которые умирают или выживают? Никто не поверил. Вы бросили, а что-то вот никто не загорелся. Ну, по ощущениям. Ну, по ощущениям очень мало, потому что если мне что-то нужно, то есть если у меня какая-то идея застряла в голове, они загорятся. То есть обычно это происходит, то есть либо ее отбивают по каким-то причинам, то есть ее отбивает, там, не знаю, команда отбивает или окружающий мир ее отбивает. Я просто сам понимаю, что она не работающая. Но так, в принципе, если что-то хочется сделать, то не мытьем, такатанем, не в этом году, так в следующем, но в принципе мы идем. А давайте на примерах. Вот у вас, давайте, сами знаменитые проекты, да? Вот Enter. Вот с чего вдруг? Это как-то было осознанно, сидел там в совет директоров и говорил, как бы нам диверсифицировать свой бизнес. Нет, давайте сделаем еще больше денег. Ну как, что вдруг? Нет, совсем по-другому. Я какое-то время пожил в Лондоне, там пользовался такой компанией, как Argos, в качестве… Просто мне было удобно у них покупать. Это такой местный гибрид, местный гибрид каталожной торговли, там, точек… Я посмотрел на это, мне показалось, что это очень удобно, в России такого нет, а мне было удобно этим пользоваться. То есть у меня было вплоть до… Ну, то есть мне хотелось, чтобы это здесь появилось, просто потому что мне было это… Ну, мне казалось, что это здесь нужно. А и второе, я понял, что это можно сделать гораздо лучше, чем то, как это сделано в Англии сейчас, потому что… Ну, они, грубо говоря, это делали 30 лет назад, а я могу это сделать с нуля и здесь. То есть, ну… Здесь мне просто показалось… Ну, у меня было… То есть это не было цели заработать денег, не было цели диверсифицировать бизнес, вообще этих мотивов не было. То есть было два мотива. Первый мотив… Как сайд-эффект случился заработать… Как сайд-эффект случился заработать деньги… Да, 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 да. Ну, я покупаю, это… Сайд-эффект случился и пользуюсь. То есть мне показалось, что это просто удобно в том числе для себя, а второе… Ну, я искал какое-то применение для себя и для своих сил, и в этом смысле мне стало в какой-то момент скучновато, и я вот решил, что вот это достойное поле приложения сил. А чем вот тендер, по-вашему, отличается от других больших интернет-магазинов? Ну, условно говоря, Ikea отличается от других магазинов. Мы все… Ну, тем, что он гибрид, это гибридный проект, у него есть физические точки заказа и получения товара, в этом смысле он для людей, которые в онлайне заказывают, он удобнее, потому что удобнее с точки зрения того, чтобы вернуть товар или там забрать из этого места товар. То есть преимущество обычной розницы и быстроты доставки, да? Удобнее с точки зрения возвратов, если, не знаю, что-то сломалось, не работает, то в обычном онлайн-магазине, например, не очень понятно, что с этим дальше делать и кому… как это логистически вернуть. То есть в этом смысле мы удобнее, как в отличие от простого онлайн-магазина. А с точки зрения человека, который привык оффлайне покупать, мы просто дешевле процентов на 10 по сравнению со всеми игроками типа Nvidia, ну, там по разным категориям. То есть идея концепта в том, что мы на 200 метрах размещаем ассортимент 20-тысячного гипермаркета, в этом смысле с помощью продавцов можем сделать покупку в интернете даже для бабушек, дедушек, для людей, которые раньше в интернете не покупали. Потому что в России пока все равно около 2% людей только покупают в интернете, остальные люди покупают в физическом ритейле. То есть это имеет плюсы и с обеих сторон, и в этом смысле для кого-то дешевле, а для кого-то удобнее. Я знаю еще Enter, там ведется большая работа по созданию особой специфической корпоративной культуры. Я знаю, вы на VHR-брэнд выставляли очень интересную презентацию. Вы это осознанно делаете? Вот если я уже сделал, то это должно быть так, что все там тоже глаза горели, все хотели, все чувствовали гордость. Вы знаете, во всех компаниях немножко своя получается корпоративная культура. То есть я не так, чтобы прямо вот сам это создаю. То есть в какой-то момент в связном это было создано мною, моими усилиями, потому что я довольно долго был генеральным директором связного. А дальше это начало уже приобретать какие-то свои формы. И в случае с Enter этот процесс нравится скорее не мной, а командой и генеральным директором. То есть меня они приглашают в качестве, когда им нужно снять меня в роли, не знаю, в каком-то костюмированном шоу. То есть они меня приглашают для каких-то мероприятий, но нравится это не мной сегодня. Вы считаете это важным? Ну ведь, очевидно, тот факт, что это происходит на ваших проектах, значит, что вы таких людей берете, которым это важно? Происходит несколько вещей. Во-первых, да, я каким-то, я подбираю людей, близких к себе по духу в этом смысле, или кого-то. В случае с Enter, там просто половина команды, которая связном поработала. То есть пассионарность оттуда идет, да? Ну, 5-7 лет и, в принципе, в Enter просто там огромная часть команды связного и людей связного. А если говорить про другие проекты, то, конечно, я подбираю людей как-то подходящих или похожих на меня в этом смысле. Похожих в части ценностей и культуры. И они уже дальше... Мы стараемся, с точки зрения корпоративной культуры, мы всегда стараемся делать очень свободную атмосферу и такую без страха атмосферу за то, как обо мне подумают. То есть мы стараемся в этом смысле сделать так, чтобы люди были очень свободны в создании нового и не боялись. И в том числе для этого мы делаем много довольно сумасшедших вещей, типа, не знаю... Например, у нас там корпоративы обычно проходят всегда с выступлениями, назовем это самодеятельность или КВН или... То есть, в принципе, мы стараемся своих людей вытащить на сцену, потому что с точки зрения сцены выступления это наиболее... Это то, чего люди очень боятся на самом деле, особенно в России. То есть это, в принципе, позволяет людям как-то преодолевать, что ли, страх или показывать себе и другим, что они могут себя пробовать в ролях абсолютно для них непривычных и в ролях, где они непрофессиональны. То есть, потому что очень часто в компаниях, особенно, может быть, государственных, люди стараются, ну, как бы бояться принимать нестандартные решения, назовем это так. Бояться за... бояться за то, что... бояться ошибиться. Но проще не делать, чем делать, если... А? Проще не делать, чем делать, спокойнее. Ну, конечно, да. В этом смысле, в этом смысле вот то, что мы стараемся делать, мы стараемся создать атмосферу, в которой каждый человек может себя чувствовать в некотором смысле предпринимателем. И... а мы это создаем, там, через то, что человек выходит за свои рамки через какие-то, не знаю, игровые вещи. Игровые и творческие вещи. И, в принципе, по этому принципу мы довольно неплохо развиваем там все свои проекты. А как-то кто-то занимается, конкретные люди, чья ответственность корпоративная культура? Есть там HR, генеральный лидер, откуда? Если вот в начале это был, ты был драйвером. Как сейчас это устроено? Ну, это везде по-разному. В Энтере есть отдельный человек, который подчиняется генеральному директору, который находится в параллели к HR, который занимается корпоративной культурой. В Энтере это вообще выделено как отдельная функция. А так, в принципе, обычно это между HR и PR находится внутри компании. И, в общем, генеральный директор этим во многом занимается. То есть в Энтере это развито больше, чем в других моих компаниях. Если перейти к другим вашим проектам, которые на самом деле интересны тем, что если все остальные бизнес-проекты их многие бизнесмены делают, то вот этим занимаются не все. Не все, наверное, знают, что такое… Как, кстати, Йополис или Яполис? Правильно. Йополис. Йополис. Вот. И Клаудвотчер… Если можно помочь, просто расскажите. Вот первое. С чего вдруг? Ради чего? И что это такое? Не, я полазил, я честно все посмотрел, но просто… Пять минут как квантовую механику. Да, да, от первого лица. Ну давайте с простого. По Йополису простая ситуация. В какой-то момент меня стали звать активно в политику. Это было в августе-сентябре прошлого года, позапрошлого года. Я стал задумываться о том, что, наверное, политика – это, наверное, не самое плохое слово. Ну, то есть, в принципе, не самое ругательное. То есть, в принципе, наверное, можно этим заниматься. А дальше я стал думать, как бы, чего в политике не хватает. И понял, наверное, для себя, что, наверное, вопрос больше способности людей влиять на власть. Вопрос, не знаю, прозрачности гражданского общества, прозрачности отношений, инициативы людей, которые хотят что-то сделать. Хотят это сделать не на уровне, там, вы за Гиев или против Гиев, может, и обе страны, а на уровне. Вот есть мой подъезд, вот со мной рядом живет 100 человек, вот у нас есть местная площадь, и вот у нас, в конце концов, есть местные депутаты и местный мэр. И давайте, там, вместе думать о том, как сделать нашу жизнь лучше не только в рамках квартиры, а в рамках подъезда, района, города. И я понял, ну, мне показалось, что любая демократия и вообще способность людей договариваться между собой, она возникает не из каких-то глобальных вопросов, которые… Она возникает вот на примере, там, три человека должны договориться, там, не знаю, 10, 20, 30. Кто-то из них должен захотеть что-то сделать. То есть мне показалось, что, в принципе, вот это направление имеет смысл как-то развивать, пробуждать, давать инструменты для того, чтобы это развивалось. И мы решили сделать проект «Еополис», и вот запустили его в бета-версию в конце ноября, провели какое-то количество успешных пилотов. То есть мы, в частности, вот у нас в Кировской области мы сделали пилот с губернатором, в котором люди сами подавали проекты, которые они хотят реализовать на своих территориях, там, в селах, в районах. Люди голосовали за эти проекты, люди скидывали, сбрасывались небольшими суммами денег, область выбирала лучшие из этих проектов. То есть, в принципе, мы организовали такой, скажем так, диалог между гражданами и властью не в формате, что вот есть власть, она что-то делает, и мы ждем, там, не знаю, сделает. Вот что бы она ни сделала, это вот как некая, не знаю, данность. Мы вот на примере Кирова эту ситуацию стараемся развернуть в сторону того, что есть граждане, которые хотят что-то сделать, и власть является инструментом для того, чтобы это было реализовано. И мне кажется, что вот эти отношения не в формате, там, начальник, подчиненный, там, царь, подданное, а в формате партнерские отношения с властью, это то, что России сегодня нужно, и, собственно, то, чем мы занимаемся в рамках этого проекта. Ну, если говорить о мотивах, мотивы, как всегда, простой. То есть, есть какая-то, есть ощущение, что этого не хватает, есть ощущение того, что это нужно кому-то, там, во-первых, лично мне. То есть, ощущение пустоты, которую нужно заполнить, да? Ну, ощущение либо пустоты, либо ощущение какой-то неправильности, либо ощущение того, что это можно сделать лучше. То есть вот это ощущение всегда является моим мотивом. В этом случае это тоже такой же мотив. А тебя не пугает, что вся российская история и вся сегодняшняя ситуация по похолоданию климата политического, то есть все говорит против этой идеи. Она мне глубоко симпатична, я с тобой абсолютно разделяю эти взгляды. Но вот, к сожалению, жизнь показывает, что тренд, который идет от большой политики, он прямо противоположный. То есть с моей точки зрения, там такое прямо очень быстрыми шагами возвращение к Советскому Союзу, из которого мы совсем недавно вышли. Ну, я как бы отношусь к этому так, что я, в принципе, сам определяю то, что я хочу делать, то, чем хочу заниматься. И в этом смысле я стараюсь вокруг себя создавать реальность, которая органично мне. Параллельно с этим процессом есть какие-то другие там люди или группы сил, которые делают что-то, что органично для них. Но это абсолютно не значит, что почему я должен ориентироваться на них. Я ориентируюсь на себя. Мне кажется, что красиво так. Кто-то считает, что красиво по-другому. Ну, ничего страшного. Жизнь рассудит. Жизнь рассудит, да. А скажите, там сейчас несколько десятков тысяч человек уже, да, в Европолисе? Хотя прошло всего там сколько? Ну, мы пока не раскручиваем этот проект, он пока еще в бета-версии. А как они там появились? Это, во-первых, много. А с другой стороны, в стране, где 140 миллионов пока еще, для того, чтобы найти в твоем районе хотя бы еще двоих, должно быть значительно больше. Ну, понимаете, да? Потому что там 50 тысяч по стране, оно очень так тонким словом по бутерброду. Ну, во-первых, для начала мы вообще не продвигаем пока этот проект, потому что у нас достаточно много в ходе пилотов, мы выявляем достаточно много вещей, которые требуют улучшения, исправления и всего остального. То есть мы, в принципе, хотим выйти на цифру миллиона человек к концу года, зарегистрированных. Это, конечно, очень мало, конечно, очень мало, но, в принципе, там, как, если по этому пути последовательно двигаться в течение нескольких лет, я думаю, что… Большевиков было меньше миллиона, а они революцию сделали. У кого? Большевиков, говорю, меньше миллиона было, а они революцию смогли сделать. Миллиона – это много. Да, ну, понятно. Но здесь, конечно, люди, которые в интернете там что-то делают, поддерживают проекты, голосуют. Очевидно, что у них уровень их, ну, не знаю, вовлеченности не соответствует уровню миллиона большевиков. Во-вторых, мы не собираемся делать революцию. Мы просто даем площадку и платформу для того, чтобы люди могли на партнерском уровне общаться со своей властью. Ну, и в обратную сторону власть могла спрашивать людей о том, что чего они на самом деле там хотят и как потратить взятые у них деньги. Поэтому… А сейчас они как появляются там люди? Я просто удивился, там много народу уже. Ну, какие-то пилоты мы делали. Часть людей появилась в Кировской области, когда мы делали пилоты, когда там это было важным для власти местной, для губернатора, для людей, которые голосовали за проекты. Потому что от их голосования зависели деньги. Я так понимаю, вокруг станции Алматинская много народу собралось. Было какое-то количество кейсов, когда депутаты, муниципальные депутаты «Справедливая Россия» в Москве, там, инстанция Алматинская, были еще какие-то случаи, связанные с… Были какие-то конкретные эпизоды и конкретные случаи, когда активисты использовали «Юполис» как инструмент. Ну, в общем, это происходит, наверное… Ну, то есть мы пилотируем… Ну, как пилотируем? То есть мы делаем какие-то конкретные дела вместе с этими активистами. А как власть реагирует? Это же необычная вещь для них. Никто, кто. Ну, власть. Власть позитивно реагирует. Серьезно? Да. Ну, тоже я удивился. Не, я правда удивлялся. Потому что мне такое чувство, что они сидят там вообще про другое. Ну, власть, она неоднородна. Надо понимать, что есть совершенно конкретные люди. Там кто-то постарше, кто-то помоложе. У кого-то есть карьерный интерес, у кого-то там никаких интерес. Есть там тема вся связанная с открытым правительством, которая, в общем, как-то нас поддержала и дала нам в несколько регионов, дает попилотировать. То есть нет однородной ситуации. Есть какие-то люди, которые искренне желают изменений и работают. И мы с этими людьми делаем в настоящий момент пилоты в разных регионах страны. Поэтому я бы не... Я вообще не верю в противостояние. То есть я не верю в... Конфронтацию, да? Я не верю в конфронтацию. Да, я считаю, что конфронтация вообще только усиливает человека, с которым вы пытаетесь конфронтировать. У меня вот на эту тему еще один вопрос. Просто мне очень интересна сама тема. Уж простите, я понимаю. Это тоже какой-то... Политически активный, но он правда в Твиттере больше всего. Я честно скажу, то, что вы говорите, это очень здорово. И если вы будете баллозировать со-президентом, я за вас, пожалуй, с удовольствием проголосую. Вопрос такой. Вот как вы относитесь к такой фразе Жванецкого? Что зло – это победившее, пришедшее к власти добро? Я уже сказал. Я абсолютно поддерживаю эту фразу. Потому что как только вы начинаете делить мир на добро и зло, как только вы создаете какую-то границу, когда вы видите мир не как взаимосвязанные вещи и как что-то целое, а как только вы начинаете его дробить на куски, и еще, не дай бог, делаете противопоставления, в этот момент... То есть мир разноцветный, не черный-белый, и это важно. Для меня, да. Для меня он даже не черный, он какой-то единый и целостный. В этом смысле, когда кто-то говорит, я добро буду побеждать зло, я в это не верю. То есть я, скажем так, я согласен с Жванецким в этой ситуации. А со своими сотрудниками вы тоже не идете, наверное, на конфронтацию? То есть такая сейчас тема, такая очень миролюбивая, а обычно бизнес жесткая вещь, да? Ну, как, понятно, что мне приходилось, приходится с какими-то людьми расставаться, каких-то людей приглашать. Мне приходится, я принимаю решения каждый день. Я просто их... Вот слово жесткий для меня не очень понятно. Ну, не то, что понятно. То есть если сравнивать там то, как мы принимаем решения, то, как принимают решения, не знаю, там, не знаю, какие другие крупные российские холдинги, наверное, мы стараемся в своих решениях учитывать, ну, может быть, не только свои интересы, назовем это так. Ну, или, скажем так, мы свои интересы видим шире, чем другие организации. Мы приходим к следующей теме, клауд-вочер. Это по поводу своих и чужих интересов. Можно сразу тогда. Я, честно говоря, не знал об этом до того, как вот не появился этот проект. Но очень было интересно прочитать про это и про экономику заслуг. Вот кто не знает, есть такое понятие. Если можете буквально в пару слов, как вы это понимаете, рассказать. И вот она очень красивая вещь. А мы опять возвращаемся, насколько она может жить. Но, судя по вашей философии, если вы хотите, то вам не важно, что есть вокруг, она будет жить, потому что вы это создаете. Это здорово. Вот шансы есть у нее? Ну, если говорить вкратце об этой идее, то, наверное, это такая, возможно, мысль о том, что люди могут не пытаться торговать с друг другом благами. То есть в этом смысле это не ты мне, я тебе. И вот мы пытаемся договориться о цене. А экономика заслуг – это скорее я отдаю другим, и, возможно, они как-то меня отблагодарят. И, возможно, через то, каким образом они меня отблагодарят или оценят мои действия, я получаю заслуги, блага, деньги или что-то. То есть это экономика в этом смысле, сам экономический принцип, он перевернут. То есть в этой идее заложено то, что человек максимизирует не свои личные интересы в формате «какой у меня счет в банке?» не личные интересы, как количество денег, которое у него есть. А он руководствуется мотивом отдавания, назовем это так. Отдавание или скорее работает не из интересов своих, а из интересов целого общества. Эта идея, конечно, обладает свойствами утопическими, но тем не менее она мне как идея очень близка и интересна, и мы на базе этой идеи проводим ряд экспериментов, в том числе внутри компаний, в связном в частности. То есть у нас есть, мы разработали софт, который позволяет учитывать размеры этих благодарностей, позволяет учитывать это внутри корпорации в том числе, в отношениях людей между собой. В этом смысле позволяет видеть такой онлайн, не знаю, 360 градусов, то есть он позволяет видеть… То есть добро зачитывается? Ну не добро зачитывается, а вы видите, кто… Коль каждого, да? Вы можете внутри видеть, кто кому сказал спасибо, назовем это так, и сколько этих спасибо накоплено у разных людей в вашей компании. В этом смысле вы понимаете не только экономические… То есть эта система измеряет не только экономический вклад человека в производство, но она измеряет еще такую вещь, как социальный капитал и воздействие человека на окружающий мир. То есть мы пытаемся научиться это измерять и каким-то образом управлять этим. Пока это… Ну в общем это все в такой теоретической пилотной стадии находится, но как идея она мне очень нравится. А CloudWatcher? Какая у него перспектива? Ну а CloudWatcher – это такая лаборатория социальных инноваций, это компания, которая делает, консультирует, консультирует компании по волонтерским проектам, по передаче, по передаче… То есть она организует людей, которые хотят быть полезными? Она, да, она вот из логики этой философии, она старается помочь людям, которые заинтересованы в волонтерстве, в различных его формах и компаниям, которые тоже в этом заинтересованы по разным причинам, она помогает им это выстраивать. То есть она в этом направлении просто работает. Но вот экономика заслуг – это одна из идей, которая с нашей точки зрения увеличивает вот эти социальные связи, позитивные эффекты и прочие вещи. То есть для нас это… Мы исследуем, как это работает. С социальной точки зрения очень интересно. То есть очень интересно… На уровне пилотов очень интересно смотреть, как меняется взаимодействие людей, когда вместо обычной экономики они действуют по другим принципам. То есть Клава… Это сейчас происходит внутри компании, да? Внутри… Во-первых, внутри какой компании? Это происходит внутри связного сейчас. То есть это процентов, там, может быть, пять сотрудников связного в это играли. То есть этот пилот продолжался полгода. Сейчас там на базе этого пилота переделываем, переделываем много, много, многие вещи переделываем. И там снова будем пилотировать, наверное, мы в апреле-май. А вот даже когда игрались эти пять процентов, какой-то эффект на бизнес это дало? Мне просто интересно. Это как-то… Ну, в части того, что, ну, было создано какое-то количество социальных проектов сотрудниками. То есть в этом смысле компании сегодня во всем мире, они могут не обязательно тратить деньги на рекламу и маркетинг, а они могут, например, по-другому сообщать о том, что они хорошие. Они могут тратить деньги, например, на социальные программы вокруг, там, тех заводов или тех мест, где находится их производство или где они что-то продают. Я не помню, но, по-моему, по-моему, Pepsi-Cola уже миллионов 200 долларов выделяла на подобные вещи. Когда о компании вы рассказываете не через образы, а через социальные проекты и дела. То есть в этом смысле вот это то, что… Большой проект глобальный рефреш, да, он там, правда, в Штатах был большой, в мире он не очень как-то пошел, но это очень близко, да, то есть там были социальные инициативы, которые компания поддерживала. Ну, вот мы пытаемся… Вот одна из вещей, которую мы делали, это пытались сделать так, чтобы это на нижнем уровне, то есть на уровне фактически продавцов, чтобы такие проекты возникали на местном, локальном уровне внутри нашей компании. А все-таки последний вопрос по поводу CloudWatcher. То есть для вас это, в общем-то, не бизнес-проект, это такой идейный, идеологический… Это не коммерческая организация, так же, как и Uplus. Я говорил уже, что я не выбираю проекты по принципу их… по принципу денег. Я выбираю проекты по принципу их необходимости и по принципу их интересности. А вы не боитесь, что в какой-то момент количество проектов, которые будут не по принципу денег, превысит количество проектов, которые по принципу денег, и на все не хватит. Пока такой вопрос не стоит. Пока хватает. Пока хватает. Ну и слава богу. Хорошо. У меня еще тогда вопрос по другому, который мне ближе к архостоянию. Вот как тебя как бизнесмена вообще занесло в эту историю, которая, мне кажется, уж точно не бизнес, ну как бы никакой. И что ты от него вот для себя там, что ты там находишь для себя? Занесло случайно, как просто приехал в гости к друзьям, которые там живут. В 2006 году. Увидел, что они там делают. То есть там возникло, там несколько художников поселились. Ну, не коммуна, нет. Там отдельные ячейки, не коммуна. И там уже довольно долгое время проходил, проходили человек Николай Полицкий, в частности, он делал много интересных инсталляций. И уже там первый фестиваль прошел с участием не только его, и других людей. Просто мне захотелось как-то их в тот момент финансово поддержать, потому что для меня очень важна тема такого свободного творчества. Это, собственно, то, что мы в своих компаниях тоже развиваем. Я люблю, когда люди что-то создают, не оглядываясь на заказчика. То есть когда они что-то делают… С каким бы удовольствием мы бы этого делали, не заглядываясь на заказчика? Ну, я понимаю, что это для… Это уже цитата стала… Превращать рекламный агент в социальный проект, а у нас на это денег нет. Лайкайте на фейсбуке, лайкайте эту цитату, на ответы. А у нас на это денег нет, на социальные проекты, как агентство социальный проект. Мне кажется просто, что когда люди что-то создают так, вот просто абсолютно от себя, назовем это так, то есть когда занимаются самореализацией или вот таким чистым творчеством, получается что-то очень интересное. Мне просто это понравилось, как тип деятельности, назовем это так. Мне захотелось это просто развивать. То есть я, в принципе, вижу в этом ценность. Не балуют людей, вот тут есть такой добрый, Максим денег дает, а я буду. Ну вообще, если честно, мы все свои социальные проекты, мы им ставим задачу зарабатывать все деньги сами. То есть они социальные в том смысле, что из них дивиденды не получаются. Но вообще у них есть источники доходов, там есть фестиваль, он зарабатывает какие-то деньги сам на себя через, там, часть через гранты, часть через спонсорство. То есть там хладвочер какие-то деньги получает через гранты, через консультирование корпораций. То есть в принципе все, что мы делаем, я не люблю создавать ежедневничество, и я могу, грубо говоря, позволить инвестировать деньги в эти проекты, но я не хотел бы делать этого вечно. Я считаю, что все такие проекты, они должны найти способ сами обеспечивать ее жизнь. То есть вы помогаете встать на ноги, но не… Ну да, я в каком-то смысле не люблю благотворительность в формате, что деньги мной отданы и не создают… Ну понятно, надо научить ловить рыбу, а не ловить за них рыбу, да? Да, я вот учу ловить рыбу в этом смысле. И в чистом виде благотворительности я стараюсь не делать. А может нам вопросы созрели уже, Игорь? Ты следишь на… Ну вопросов пока, вот один хороший вопрос мне понравился. Назовите три самые большие ошибки, ну если были, конечно, совершенные на своем пути, какие выводы вы их сделали? Ну не обязательно три, можно пять. Я на самом деле довольно как-то отвечал на этот вопрос пару лет назад. А может за это время еще успели что-нибудь? Вы знаете, я честно не рефлексирую на эту тему, потому что я вообще не считаю, что есть ошибки. Вот у меня есть какие-то выборы, которые я делаю, есть какой-то путь, который возникает из этих выборов. А ошибки они… Ошибка это или нет, я не знаю. И никто не знает. Ну то есть просто возникает какой-то выбор пути. Поскольку вы не знаете цели, вы идете и смотрите, куда вы идете. Да, вы просто выбираете каждый раз, и из этих выборов складывается ваша жизнь. И поэтому у меня понятие ошибки отсутствует как таковой в голове. Тогда я вот уже ответил на пару вопросов, которые здесь уже походу повторяются. Здесь есть вопрос, который, может быть, вернет нас к предыдущему диалогу. Мне кажется, не все вы проговорили. Что отличает предпринимателей с точки зрения личностных качеств? Человек с ними рождается или вы их все развивали? И здесь сразу, опять-таки, вопрос, помните, мы про воспитание говорили. И вообще, я добавлю просто, воспитание играет какую-то роль в этом. И я не хочу уходить в подробности личной жизни, но у вас есть дети. Вы какие-то установки стараетесь давать вот как-то под это дело или оно само по себе? Какие-то особые качества, я не знаю. Для меня, наверное, важна энергия человека. То есть, в каком-то смысле, для меня очень важны мотивы, мотивы, почему человек делает что-то. И просто важен уровень энергии, который у этого человека есть. С точки зрения интеллектуальных способностей, ну, тоже, конечно, они, на мой взгляд, во многом врожденные и могут развиваться в течение жизни. Но, в принципе, у меня ощущение, что процентов, не знаю, 70-80 человеку дается при рождении, а остальное просто жизненное обстоятельство и траектория. Если говорить про меня… Ну, я говорю сейчас не про предпринимателей, не предпринимателей, я немножко не так говорю. Я говорю, что вот условно есть люди с лидерскими качествами, назовем это так. Вот эти лидерские качества могут применяться в предпринимательстве, могут приниматься в творчестве, могут применяться в, не знаю, госуправлении, где-то еще. Мне кажется, лидерские качества – это во многом что-то врожденное, мне кажется. А что вы понимаете под лидерским… Извините, лидерство, извините, реально, у нас по-разному это все муссируется, что такое лидерство. Это умение что? Для меня это умение, скажем так, для меня это связано с развитием, прежде всего. Для меня лидерство – это, прежде всего, человек, который хочет развиваться, человек, который обладает харизмой, который может свою идею, свой образ будущего вовлечь в других людей. То есть для меня лидер – это человек, который дает какие-то привлекательные образы будущего, в которые могут вовлекаться другие люди и команды. Наверное, так. Мне даже понравилась такая фраза. Лидер – это когда все вокруг выигрывают. Согласен? Или это необязательно? Лидер, когда все вокруг выигрывают. Можно и так сказать, да? Можно и так сказать. А воспитание все-таки имеет значение? У меня просто самого сына 7 лет. Вот интересно вообще. От того, что я ему говорю, зависит что-то или нет? Как вы считаете? Вы знаете, я в этом смысле не занимаюсь практически воспитанием детей. И мне кажется, что мы… Не твоя самая сильная экспедиция, да? Не самая сильная моя сторона. Скорее, примером, да? Ну да, то есть я вообще… Ну да, то есть если говорить про компанию, вот если сравнивать компанию, то мне кажется, что в компании люди просто смотрят на действия лидеров и как-то их повторяют. То есть в этом смысле вот воспитание в формате… Сейчас я научу тебя, как правильно жить, там, думать и развиваться, оно бессмысленно. Оно передается через действия. Оно не передается через слова, мне кажется. Мне вот там понравилось, не знаю, в каком-то материале про ответственность, да? Вот пару слов могу сказать. Вот для меня лидер – это человек, который часто берет ответственность на себя, да? То есть люди, в принципе, не очень любят принимать на себя ответственность. Это некомфортно. Ну, конечно, да, конечно, конечно, лидер должен… Основная функция лидера – это он должен принимать решение. То есть основная функция – это рисуем, показываем образ будущего и принимаем решение, ну и принимаем решение в ситуациях высокого уровня неопределенности. То есть всегда есть решение, когда никто не знает, какое правильно, вот это должен, не знаю, выбрать это решение. Ну, конечно, это функция лидера, и у него должно быть достаточно харизмы для того, чтобы остальные люди почему-то захотели этому решению следовать. Ну, или вы как-то вовлеклись в это решение. У тебя вопросы есть? Да, здесь такой хороший, милый вопрос. Какая книга повлияла на вас, как на человека? И такая приписка в последнее время. А какая вообще? Ну, в принципе, было такое? Я довольно много читаю биографии разных людей, построивших большие компании. Начиная от Форда, Брэнсона, Джобса, основателя Мацушиты и прочих. Что пытаетесь найти? Философский камень? Нет, просто такое замечательное, чтивое, интересно. Ну, какой-то путь человеком пройденный, интересно. Просто как, я не знаю, как биография, я читаю просто. Потому что возникают какие-то ситуации, невыдуманные теоретические ситуации, гуру-менеджмента. Как действовали, да? Да, возникает какая-то, ну, как ты чувствуешь какую-то реальную жизнь за этим, и какую-то реальную ситуацию лучше, чем в таких более абстрактных книгах про маркетинг, про менеджмент и все остальное. Кто впечатлил больше всего? Ну, каких-то таких, ну, тут банально, банально все, в принципе, наши современники, Джобс в частности. То есть тут, в общем, все банально. Ну, из каких-то книжек, ну, не знаю, я, в принципе, разные философские книжки читаю, читал, и, в принципе, мне это очень нравилось. Ну, и у нас времени мало, да, уже осталось? Тоже такой вопрос, наверное, ему хорошо заканчивали вообще всю беседу. Я вот, такое ощущение, что у вас нет долгосрочных планов, вот какие-то вот, ух. А такой вопрос, кем ведите себя в дальнейшем, чего хотелось бы достигнуть, тебе оказать через 20 лет? Вы вообще заглядываете когда-нибудь туда? Ну, помимо, вот, если политика, это президентом, я, в общем-то, дай Бог вам здоровья. А вот... Это вы придумали. Не, ну, хочешь стать нормальным президентом, в конце концов, ну, что там? У меня, я не строю так планы, потому что... Потому что у меня были такие попытки, так вот, заниматься каким-то целеполаганием. Они, как правило, приводят к тому, что ощущение счастья улетучивается, и... И надо бежать куда-то. И возникает какое-то ощущение цели, которой надо бежать за чем-то. Вот, поэтому я, в принципе, стараюсь себе цели не ставить. И жить вот в моменте тем, что мне сегодня интересно, тем, что мне сегодня хочется узнать или сделать. И я себе цели не ставлю. Кем я буду через 20 лет, понятия не имею. Там, я готов себя представить, там, в том числе бомжом. То есть... Не страшно? Нет. То есть, в принципе, мне не... У меня нет этого... Я стараюсь себе цели не ставить. То есть, в этом смысле я так себя чувствую свободнее. Класс. Мне очень понравилось. Мне просто, как захотелось же сегодняшним днем, и ни о чем... Слушай, а может мы годовое планирование... А годовое планирование Асфировых есть у вас? Какое самое долгосрочное планирование в бизнесе? Нет, у меня, конечно, есть право планирования. Конечно, есть планирование, там, ну, грубо мы обычно планируем, там, на три года. То есть, конечно, там, бизнесы мы планируем. Несомненно. Потому что в основном нам... Просто нужно создавать образ будущего, доносить его до людей, которые в это вовлечены. Но образ должен быть близкий. Да, но это несомненно. Да, но вы же спрашиваете про меня лично. А, да. Для себя лично я такими понятиями не оперирую. Ясно. Ну что, я хочу поблагодарить Максима за очень для меня, ну, просто очень интересную беседу. Я надеюсь, что этот пример вас убедил в том, что есть идея, и что можно создать образ у будущего и от этой идеи двигаться дальше, совершенно открытый каким-то там выбором, да, невзирая на то, будет этот выбор правильный или неправильный. И вопреки даже тому, что творится вокруг. Да, и вопреки, да, самое интересное, вопреки обстоятельствам и контексту, в котором вы существуете, и как пример Максима показывает, нам можно даже добиться успеха. Вот. Спасибо огромное, Максим. Спасибо вам за то, что мы пришли. Я надеюсь, вам понравилась наша первая встреча, и ждем вас в следующий раз у нас на кухне. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.